Из-за большого количества возгораний в частном секторе сотрудники МЧС вынуждены организовывать специальные рейды. Пожарные обходят кварталы, предупреждают хозяев о возможной опасности. Но только в воскресенье в загоревшемся доме погибла десятиклассница. Само здание огонь уничтожил полностью. Сейчас неравнодушные горожане собирают деньги в помощь погорельцам. Подробнее расскажет Тахминат Инысова. Это все, что осталось из деревянного дома, где совсем недавно жила семья. Мама, воспитательница детского сада, отец и двое детей. В воскресенье утром, когда дом загорелся, глава семейства был на работе. Спасателям о пожаре сообщили соседи. Звонок в МЧС поступил в 6.02. Уже через 7 минут на место прибыли пожарные. К этому моменту дом был полностью объят огнем. До прибытия спасателей хозяйка дома успела разбить окно и вытащить младшую дочь на улицу. Однако старшую спасти не удалось. 17-летняя девушка любила французский и была старостой класса. Все вещи ее семьи, мебель, документы уничтожены огнем. Друзья и коллеги, родители, одноклассники и учителя объявили сбор средств. Она закончила 9 классов с аттестатом особого образца, отличница. И, конечно, мы думали, что через два года мы будем аплодировать ей на сцене, когда ей будут вручать золотую медаль. Откликнулась масса людей, и знакомых, и незнакомых. Я даже не говорю про нашу школу. Для мамы вещи, для папы вещи. Игрушек много. Деньги, это, естественно, без этого не обойтись. И постельное белье, полотенца. Мама и сестра до сих пор находятся в больнице. Пока пострадавшей семье временно выделили комнату в общежитии. Однако они остро нуждаются в средствах. Дом восстановлению не подлежит. А значит, необходимо покупать новое жилье. Если вы хотите помочь пострадавшим, то можете перечислить деньги на банковскую карту, номер которой вы видите на экране. Семья не курит, ни он, ни она не курит. То есть не пьющая нормальная семья. Почищена печка, муж шел на работу. Печка исправна, потому что новый котел. Поменена новая электропроводка. Поэтому от этого версии просто не может быть. Там пристройка новая была. По данным МЧС России по Омской области, в этом году в регионе уже произошло 264 пожара. Среди причин на первом месте неосторожное обращение с огнем. На втором неисправность электроприборов. На третьем печей и дымоходов. В рамках региональной программы было закуплено около 6000 пожарных извещателей. Их бесплатно устанавливают, но только малообеспеченным и многодетным семьям. Мы обходим, то есть сейчас на секторе же проводим обучение с данными семьями. Тоже жалуются, что при топке печки автоматически происходит сработка. То есть если что за дымление идет помещение, то есть ну и отключают, выключают, включают опять заново. Но такие неудобства жители частного сектора готовы потерпеть. Только за прошлый год благодаря таким извещателям было спасено 5 человек, двое из которых дети. Тахмена Танисова, Алексей Попов и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.